Москва-Карго – крупнейший грузовой комплекс, расположенный на территории России и стран Восточной Европы. Его площадь более 42 тысяч квадратных метров. Ежегодно терминал обрабатывает более 380 тысяч тонн различных видов груза. От продуктов питания до крупных автомобильных деталей. Для хранения и перевозки здесь используется уникальная полностью автоматизированная система. Подготовлено свое программное обеспечение, которое позволяет контролировать и обрабатывать информацию, начиная с процесса бронирования авиакомпании. Идет автоматическое уведомление в нашу производственную систему. После чего формируется задание на комплектацию, раскомплектацию рейсов, которые обрабатывают полностью входящие данные по прилетным рейсам, обрабатывают стандартные телексы формата ИАТА. И, соответственно, в обратном порядке генерируют на вылетающие грузы стандартные АТАвские телексы. Благодаря этому удается организовать работу этих двух систем. Система обработки автоматизированных средств пакетирования и система обработки домашних поддонов. Вручную сотрудники терминала лишь перемещают грузы со складских поддонов на авиационные палеты. И наоборот. А это зона особого контроля. Здесь все посылки проверяют на наличие запрещенной клади, наркотиков, оружия и контрабандных животных. В этом деле таможенникам помогает четвероногий напарник Брауни. Бельгийская овчарка обладает уникальным нюхом. Потому безошибочно определяет подозрительный груз. На то, чтобы найти запрещенку, Брауни хватает нескольких минут. Так Брауни делает, чтобы не повредить коробку с грузом. Сразу после таможенники начинают дополнительный осмотр посылки. На первый взгляд в этом ящике нет ничего необычного. Кофе, конфеты, бытовая химия. Подозрение у специалистов вызвала вот эта коробка. И не зря в ней в Россию прилетела черепаха. В соответствии с законодательством необходимо разрешать документы СИТС. Я так понимаю, что... Давай, просто... Таможенный контроль проходит до 100% всех возимых грузов. Наиболее частое нарушение, зафиксированное сотрудниками таможенной службы, недостоверное декларирование груза. В документах отправитель указывает заведомо неверные характеристики той или иной посылки. К нам приходит предварительная информация о грузах, которые планируются к возру на территорию ЕС или Российской Федерации. То есть самолет еще находится в воздухе, а мы уже заранее, за несколько часов, получаем полный объем находящихся на борту грузов. Тут же начинается анализ. В первую очередь по формальным признакам. Не находится ли там санкционная продукция, не необходимо ли представить при выроске разрешительные документы. Это предварительная работа для того, чтобы как только борт сел, максимально быстро перевозчик и склад начали выгружать товары. Грузовой комплекс Москва-Карго на территории аэропорта Шереметьево ввели в эксплуатацию в 2017 году. А уже к 2024 году здесь планируют открыть дополнительный грузовой терминал.